Магомед, приветствую вас. Скоро у Ислама Махачева предстоит поединок в UFC. Недавно произошла замена соперника с Оливейры на Волкановске. Что она меняет, эта замена для Махачева? Всем саламу алейкум, всех приветствую. Приветствую, Владислав. Ну, я думаю, здесь Ислам должен этим боем доказать, что в прошлый раз то, что получилось, что у Волкановского многие вещи получились, и к этому были причастны обстоятельства некоторые. Потому что поездка в Австралию, я не думаю, что для Ислама это такой большой опыт получился, бой с ним в Австралии, и это все равно другой контингент. Я думаю, что надо было еще пораньше туда поехать. И весогонка, и климат, и это все, я думаю, как-то все равно повлиял на Ислама, и он не смог полностью раскрыться, восстановиться. А сейчас, я думаю, он должен уверенно его пройти. Даже, может, он с ним два раунда поиграется, и потом досрочит его. Ну, сейчас я должен, что сейчас территория Ислама, и Ислам должен показать, что в прошлый раз то, что было с Волкановским, это было недоразумение такое. Насколько эта победа будет показательной, учитывая, что Волкановский готовился 10 дней? Многие скажут, что нужен третий бой. Даже если Волкановский три месяца будет готовиться, Ислам и выиграет, скажут, ну, а что он, 66 килограмм, маленький, там чемпион пришел, 70. А найдут всегда что сказать? Всегда найдут. Даже он действие за счет делает, по альбому что-то скажут. Всегда так будет. Но это же интересно, чтобы были какие-то там истории, что можно дальше любые бои качать, что-то говорить. Потому что когда ты во всем идеален, всегда лучше, как Джон Джонс. Хочет, кто-то отдыхает, приходит, дерется, исчезает. А здесь конкуренция стабильна. А Исламу приходит новый человек, который говорит, я тебя побью, я тебя это делаю. И Ислам их выигрывает. Разговоры всегда будут. Волгановской движут деньги или спортивные амбиции? Да, я думаю, спортивные амбиции. Деньги, я думаю, хорошие зарабатывают. И так там в Австралии он номер один вроде у них. Или он, или Адисане, короче. Вот, и здесь ему терять же нечего. Он проиграет, что у него пояс остается, 66 килограмм. Он как бы здесь, я думаю, в плане ментально он будет, ну, в плане ментально, я думаю, он как бы будет выходить более свободно, так спокойно головой, особо не будет париться. Будет рисковать, будет там какие-то фишки свои делать, как бы здесь такого напряжения не будет у него в голове, как в прошлый раз. Потому что проиграет он, практически ничего не теряет. Но выиграет, конечно, два раза больше заработает. И слабо, и денег. А могли ли Волкановский сообщить о замене заранее? Сообщили нет, но я думаю, что он тренировался за месяц как-то. Потому что я все-таки так предполагал, что я его интервью недавно ехал за рулем и просто включил там, не помню, 20 минут, что ли. И он там просто в некоторых моментах говорит, что он стабильно тренировался в последнее время, там чуть набрал вес. Потом как-то он там сел на правильное питание, скинул, что он проводил какие-то тяжелые тренировки. И такое ощущение, что реально он что-то чувствовал, но не отдыхал. Но он тренировал. По его интервью я понял, что он тренировался не в 100%, но в процентах 50-60 он тренировался. Он там как бы не отдыхал где-то там, тут в Бали или в Махачкале где-то там оттренировался. Не как у Камара Усмана на показе мод на прошлой неделе. В Италии, да. Странно, конечно. Махачеву 31 год. Раскрылся он полностью как боец или еще продолжает расти? Я думаю, он до 34 будет расти еще. Потому что Хабиб, например, чуть от боев уже устал, потому что у него любительская карьера. Я помню, там, двукрадный чемпионер по бою. Само до этого, Панкратион, грепплинг. Ну, то же самое Ислам проходил тоже, конечно. И уличные драки, конечно. Это все как бы устал. У него была цель завоевать пояс, защитить и оставить. А Ислам, если я не ошибаюсь, никогда не говорил. Я завоюю, одну-две защиты оставлю. Он всегда говорит, я буду драться, пока он будет чувствовать, что он растет. Но я думаю, до 34 он будет расти. Я хотел бы, чтобы... Знаете, какой исход? Я хотел бы от себя предположить, что он выигрывает Волконосского сейчас. Я уверен, что он его выиграет. Потом Гейджи, как сказали, на подходе. Потому что Оливере сразу давать шанс, я думаю, не стоит. Он уже пройден этап. Я вообще даже не знаю этот бой. Там была бы какая-то разница в первом бою. Там по очкам, тяжелый бой. Он его взял и перебил, и переборол, и еще подарил ему свой же черный пояс. Одел ему на шею и задушил его. И все, что можно с ним сделать, сделал. И реваж там, а то, что Гамрата выиграл. Я никогда не считал, что Гамрат... А, Дариуша, да. Я никогда не считал, что Дариуш, у него чемпионский менталитет. Он где-то рядом. Где-то рядом. И вот так всю дорогу, короче. И я думаю, что вот выиграешь сейчас Волконосского. После, ну, в следующем году Гейджи. Ну, там, январь-февраль, я думаю, если он по-любому отдохнет чуть-чуть. Февраль, я даже думаю, перед постом. Победа Гейджи. И, я думаю, был бы идеально на 77. Потому что он весь дивизион очистил. Он бы их оставил всех. Пусть между собой разбираются. Пусть там Гамрат с Оливейро дерутся. Пусть Гейджи опять возвращается с кем-то. Там свои бои показывает. Там Чендлер где-то рядом ходит. Из-за этого, я думаю, если он выиграл бы и Гейджи. Тем более, он с ним не дрался. Его копилку, он думаю, интересна будет. Тем более, у того победа, опять зрелищные бои. И он, думаю, в копилку ему как раз хорошо зашел бы. Его тоже он легко разобрал бы. А потом в 77 я посмотрел бы на него. Я вот так думал. Потому что уже 32, почти 33 растет. Организм уже все. Он еще, я же говорю, когда видел тоже я его, он уже больше и больше становится. В 77 пояс забрал бы, сделал бы одну защиту. Я бы вместо него оставил бы. Он был бы единственным таким, который... Два пояса и защиту сделал в обоих. И как бы оставил уже. В этом времени, я думаю, 33-34 как раз ему и будет. Как бы вы оценили расклад Фил в поединке Махачева и чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса? Ну, легко с ним не будет. Эдвардс, он растет с каждым боем. Он растет тоже. Он научился хорошо защищаться. Он набрал физику. Он не маленький тоже. Он нормально большой. Ну, Ислам тоже не маленький. Ислам тоже растет как бы. И в 77, я уверен, что он наберет нормальную физику. Да, и сейчас я уверен, что Ислам там борется. У кого 96-90 килограмм с такими борется и борет тоже в зале. Это стопа. В плане физики, я думаю, Ислам особо и нет проблем. Но они еще и прибавят тоже, конечно. Ну, с ним, если подраться, с умом правильно подойти к бою, то, знаете, Эдвардса, я вот по его боям, смотрю, у него грепплинг хромает, а у Ислама грепплинг на уровне. Я думаю, что он где-то сможет его поймать и сделать ему такой аккуратный, красивый, болевой в конце второго раунда или в третьем раунде. Но если Ислам ее переведет, он точно не встанет. А будет пробовать вставать, он или задушит, или какой-нибудь болевой на руку, что-нибудь сделает Ислам. А это у него всегда хорошо получается. Тем более Эдвардс, базовый ударник. Грепплинг я особо не замечал у него хорошего. Недавно титул чемпиона Беллатора защитил Усман Нурмагомедов. Какова вероятность того, что Махачев поднимется в весе, а на его место придет Усман? Ну, если Усман выиграет Гран-при, Беллатор там выкупает ПФЛ, да, и там у них, я думаю, что контракт он должен заново подписать, а не продлевает снова уже как бы организация, то они могут его отпустить. Может, самый захочет тоже. Это еще сколько? Это в следующем году только финал, скорее всего. И почему бы нет? Он чемпион Беллатор, чемпион Гран-при, и если его подписывают в UFC 100%, там по-любому, где будут переговоры, там будет Хабиб сидеть, и я думаю, что условие будет, то что он будет сразу претендентом. Или ему могут дать первого номера, второго, третьего. Опять-таки Гейджи, в который там все, у кого есть борьба хорошая, если его бьют души, и становится в виде Лаван, короче. Что-либо такое, короче. Но я думаю, что он будет точно претендентом, могут и дать, в зависимости, кто будет чемпионом тоже в этот момент. Ну, грубо говоря, этот вариант не является фантастикой, что потом в будущем Усман может подраться за титул. Конечно, ему 25 лет, 25 или 26, если я не ошибаюсь. Он совсем молод, он еще растет, он где-то через года три уже окрепнет еще полностью. Я думаю, что к этому времени он как раз будет УСИ. Ну, я не знаю, может, он захочет всю жизнь. Вот у Белатари, он реально звезда, имеет пояс, выиграл гран-при. Если он весь дивизион побьет, то может и УСИ перейти. И там у него тоже большие шансы. Ислам как раз 77 перейдет, если выиграет пояс. Усман, думаю, 70 килограмм залетит. Ну, Усман тоже большой, но маленький. Он растет. Он растет, и надо понять через три года, как будет он. Ну, будет ли ему тяжело в 70 гонять? Или он все-таки тоже перейдет в 77? Кто его знает, Ислам также может в 70 останется через два года, как бы вот так будет защищать. А Усман просто перейдет в 77, сделает один бой, и сразу за пояс подерется. Потому что он, я думаю, что в дальнейшем он будет такой габаритный. У него рост тоже есть. Ожидаете видеть Махачева с российским флагом? Я не знаю, может и выйдет, почему бы нет. Может с российским выйдет. Я не знаю, может и с дагестанским с российским выйдет. Я не знаю, может, почему нет. Если он захочет, он выйдет. Думаю, это не проблема для него. На турнире UFC произошла замена и у Хамзата Чимаева. Вместо Паула Коста он подерется с Камару Усманом. Чимаеву достался более простой соперник, чем Махачеву. Знаете, здесь какой момент. Некоторые списывают Усмана, что он до 10 дней вышел. Понимаете, опыт в чемпионских боях, в опыт больших боях Усмана здесь как бы и голова решает. Я из этого в этом бою даю 50 на 50. И тут не 5 раундов. Усман здесь сможет как бы первый раунд чуть хитро поработать, как он работает. Да, джеб, дистанция, защищаться от борьбы. В втором раунде уже включиться, в третьем раунде прибавить. Потому что он сколько он 5-6 защит сделал, если не ошибаюсь. Ну, 6-6, наверное, где-то так. Да, это колоссальный опыт. Это чего он будет выходить. Тоже как бы он вес не гоняет, он морально готов. Некоторые его списывают, как будто здесь Чима его просто сломает. Ну, сломает, это хорошо, конечно, мы будем за своих болеть. Но расслаблять его, что он легко его пройдет, я считаю, что это не нужно. Усмана легко еще, я не знаю, кто его вообще легко проходил. С ним всегда тяжело было. Он сам других легко проходил вообще-то. Ударников ронял, борцов борол. Это опыт нельзя списывать. Тем более, когда вес не надо гонять. Тем более, когда ты профессиональный боец, где бы ты ни был, где бы ты ни ездил, они все равно тренируются. Они лапу побьют, они побегают в фитнес-дроле, они где-то поборются и куда-то пригласят. Они как-то в тонусе себя держат. Ну, 50 на 50 но болеть будут за Хамзата, конечно. Насколько справедливы слова о том, что бразильцы Оливьера и Коста изначально не хотели драться с Махачевым и Чимаевым и лишь искали способ избежать встречи? Коста еще это такой как в мультфильме такой ребенок еще огромный с характером 15-летнего мальчика, который всех пытается задеть и обидеть короче своими постами и еще когда что-то пишет, а потом извиняется, что не знал. И, ну, он он, знаешь, он даже, наверное, не знал, что-то у него там урункло или как это? Ну, руку повредил, потом какая-то инфекция там, как говорили, попала. Да, и снялся уже сколько, 4-5 раз он снимается с боев. Да, я думаю, что он хотел драться, да, все равно и учитывая, что он дрался с хорошими и за поезд дрался с Одессани, со всеми. Если бы он был из таких ребят, которые там 10-0 и амбиции там за поезд, там, как-то вот его ведут грамотно, что-то, а так вроде бы он кого-то давали, с теми и дрался Ромейро, там, еще урок, фолл там, Одессани, со всеми. Здесь, я думаю, как-то запустил ее, тем более, он вроде бы тоже там в Дубае находится уже давно, если я не ошибаюсь, конечно. Вот, и чуть-чуть запустил ее и я думаю, что это команда, проблема команды, там, если царапина стала, тренер, там, твой фармаколог, врач в команде, тем более, ты такой профессионал, ты должен сразу, в первую очередь, эту болячку вылечить и максимально серьезно к этому относиться. Наверное, он запустил ее там, да, пока игрался, я не знаю. Оливера, изначально он сам показывал, говорил, что он не особо горит желанием драться в Абудабе с Исламом, опять его территория, опять, опять, но это, короче, да, как бы не было. Ну, ты же не чемпион, Ислам чемпион, как бы, да, где тебе предложили, где тебе предложили подраться чемпионом, ну, дерись там, да, а когда сам будешь чемпион, там, ну, как бы уже сам там как-то старайся выбирать место. А так, ну, Оливера, я думаю, что Ислам его так же прошел, честно говоря. Ну, что можешь поменяться за один год у него, что у него поменялось там, что он, что он говорит, я столько всего поменял, ну, что ты поменял, мозги себе поменял, что ли? Ты же там морально проиграл Исламу, как бы, уже и стрядаун, и в бою ты там ничего не смог показать, как бы. То же самое Ислам с ними сделал, все равно ты один раз проиграл, второй раз у тебя тоже будет мандраж какой-то. А этот мандраж как бы дает больше силы Исламу,